Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня я веду, я, Михаил Горин, мой собеседник, военный обозреватель израильского еженедельника «Новости недели» Давид Шарп. Давид, приветствую вас. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Михаил Горин. Германии, США, Италии, Греции и Франции. И в качестве наблюдателей на учения прибудут командующие ВВС более чем 20 стран, включая Марокко и Объединенные Арабские Эмираты. В пиковые дни воздух будет подниматься до 60 боевых самолетов. Но вот самое интересное это то, что в частности будут отрабатываться противостояния системам ПВО С-400, которые находятся на вооружении России и Ирана, а также российским самолетам Су-35. Скажите, пожалуйста, что это означает, вот последний факт, что Россия рассматривается как потенциальный противник? Ну, во-первых, многими из участников, безусловно, Россия рассматривается как потенциальный противник. Израилем, во-первых, теоретически, так как Россия присутствует в Сирии своими вооруженными силами, то никогда нельзя знать, несмотря на то, что противником Израиля Россия не является. Однако политика России иногда непредсказуема и вообще ситуация, когда есть у тебя приграничное государство, а по сути Россия приграничное государство, то иди, знай, что в жизни бывает. Ну, извините, я вас хочу уточнить. В прошлом году на аналогичных учениях Россия не фигурировала в качестве возможных целей, хотя в Сирии она уже к тому времени была. Россия, то, что не заявляется в неких пресс-релизах, не значит то, что не учитывается на учениях и достаточно, ну, скажем так, в обстановке секретности отрабатывается противостояние тем или иным потенциальным противникам. Россия не рассматривается как потенциальный противник, но теоретически таковым может стать, а главное другое. Она противник потенциальный для иных участников, и их, чтобы учения были интересными и важными, а не переливание из пустого в порожнее, им важно отрабатывать сценарии, близкие к тем, которые их интересуют. Наконец, дело даже не конкретно в России с точки зрения Израиля, а в том, что есть российские системы, которые находятся или могут оказаться в любую секунду в руках врагов Израиля, причем врагов даже не потенциальных, а таких, с которыми ведется война здесь и сейчас. Я имею в виду Иран, с которым буквально война ведется на море, в воздухе, да, наносит специфический характер в киберпространстве, в некой сфере тайных операций. Вот у Ирана уже имеются комплексы С-300 российские, С-400 еще пока нет, но иди, знай, может быть, тоже. И на пути в Иран, если уже не там, самолет-истребители С-35, те самые, о которых вы говорили, более того, есть все сведения, что сделка уже завершена между Россией и Ираном, и там вопрос времени, когда они туда попадут. Поэтому для Израиля очень много что вообще актуально, и кое-какие вещи могут быть актуальны где-нибудь в будущем. Например, для Египта, несмотря на мирный договор с Израилем, потенциальный противник на учениях является Израиль на протяжении 10 лет, и даже тесное сотрудничество, и, как говорят, прямую военную помощь Израиля и Египту в борьбе с терроризмом. Таковы факты, подходить нужно серьезно. Ну а для американцев, немцев и других стран, естественно, Иран в меньшей степени интересует их, еще в меньшей степени их интересуют террористы Хамаса. Поэтому учения в любом случае должны быть сложными, соответствовать актуальным угрозам, и не обязательно тут даже ярлыки какие-то и какие-то конкретные слова. Важно общее понимание, что для стран Запада Китай и Россия это потенциальные противники, серьезные, если мы говорим о серьезных, и к войне с ними нужно готовиться. Тогда скажите, пожалуйста, чем можно объяснить сообщение, которое сделала Ynet о том, что вот эти вот гипотетические возможные цели, как С-400 или российские самолеты С-135, их внесли в план учений по данным Ynet по просьбе германской стороны, которая также будет увеличенным составом авиаотряда участвовать в этих учениях. То есть это по ее просьбе такой сценарий был предусмотрен. Почему именно Германия? Тут, во-первых, надо понять, что те же С-300, С-400 давным-давно являются важнейшим инструментом любых учений, имитируются против много лет. Конкретно и лично израильских, и израильских международных. Это самое интересное. Любое противостояние средствам ПВО серьезное подразумевает наличие у противника С-300, С-400, будь то Иран, будь то Сирия. И поэтому для Израиля это вообще без просьб Германии и других трудящихся, это более чем актуально. Это актуально для голубого флага, для учений голубой флаг. Самолеты С-35, опять-таки, почти то же самое верно именно для Израиля в свете и для американцев. В принципе, для Израиля в свете их поступления в Иран и в принципе наличия в Сирии. Немцы, что касается особых просьб немцев, поэтому я бы не преувеличивал значимость особых просьб немцев. Я думаю, без них бы все более-менее было бы похоже. Однако немцам, по всей видимости, это особенно важно. Германия и вообще Бундесвер в частности просыпаются после полулитургического сна, если не сказать хуже, последние много лет. Они просыпаются медленно, но средства выделяются, планы переписываются, достаются из каких-то чуланов. И для них тоже, для них важно, как говорил классик, учиться военному делу настоящим образом, не тем быть помянутым. Но он был прав. И поэтому немцы начинают. Немцам это очень важно. И к израильскому опыту они относятся очень позитивно. И не только к израильскому опыту, а к возможности с такими партнерами поучаствовать в важных учениях. Подчеркиваю, это не учения для галочки. Они очень важны. Люфтваффе не находится в идеальной форме. Собственно, по причинам того самого полулитургического сна, многолетнюю форму нужно восстанавливать, если хочешь быть боеспособным. Ну, собственно, это же и касается усиленных закупок Германии вооружения у Израиля. Ну, сейчас на слуху сделка по поводу противоракетной системы ХЭЦ-3, знаковая совершенно и для немцев, и для Израиля. Так что немцы начали процесс восстановления боеспособности своей и повышения потенциала. Ну, а учение это важнейший инструмент для этого процесса. Перенесемся в Украину. Вот сообщается, что корабли и катера Черноморского флота России, по сути дела, уже не курсируют в направлении территориальных вод Украины. Время от времени только появляются у побережья Крыма. И по мнению младшего министра по делам вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи, Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота. Он это сделал заявление на Варшавском форуме по безопасности. И другие многие политики отмечают, и военные эксперты, что Украина смогла какими-то точными ударами, диверсионными и другими добиться существенного изменения вот в этой акватории. Насколько это существенно, на ваш взгляд? Ну, тут слово поражение, это слишком, наверное, сильная формулировка. И я бы, в любом случае, надо понимать точно, что он имел в виду. Однако, несомненно, следующее. Правила игры на Черном море, я имею в виду с военной точки зрения, изменились существенным образом не в пользу России, не в пользу Черноморского флота. И просто давайте такую не то что хронологию, а ретроспективы глянем. Война начинается буквально 24 февраля. Российские корабли подходят к острову Змеиный, который находится в 37 километрах непосредственно от украинского побережья. То есть очень близко, фактически захватывают остров, чувствуют себя совершенно свободно у самого побережья Украины. И далее, в последующие дни, во-первых, была угроза высадки на украинское побережье десантных сил российского флота, что подразумевает полное превосходство и подразумевает в теории, если высадка происходит, что значит, у тебя имеется полное превосходство на море, и ты можешь безопасно приблизиться к берегу, а далее снабжать свой плацдар. Более того, даже до расстояния артиллерийских обстрелов к Одессе в той или иной степени подходили. То есть буквально чувствовали себя безнаказанно и, в общем-то, в безопасности. Однако дальше ситуация поменялась коренным образом с появлением противокорабельных ракет. Россия не учла этой угрозы, что было глупейшим провалом, грубейшим, я бы сказал, провалом, который, я не побоюсь сказать, историки будут веками помнить. Потопление, ну, ведь историки помнят и гораздо большие мелочи, но это будет знаковое событие, особенно относящиеся к войне на море. Потопление крейсера Москва, флагмана Черноморского флота, знаете, это события такие, которые в войнах после Второй мировой, ну, было в Фолклендскую нечто подобное, только не при таких обстоятельствах, когда англичане потопили английский крейсер. В общем, это чуть ли не раз в век случается, после, если мы говорим, после Второй мировой войны. Как оказалось, у украинцев есть противокорабельные ракеты, и это резко отбросило Черноморский флот от побережья Украины, или, естественно, лишило его тех или иных возможностей воздействовать на Украину, я имею в виду на побережье, и о десантной высадке стали говорить, ну, как о чем-то фантастическом. Ситуация еще в большей степени ухудшилась, когда в скором времени украинцы получили еще и противокорабельные ракеты «Гарпун». Если «Нептуны», они что-то штучный товар, ну, мелкосерийное производство, не совсем понятно было, сколько их, пару штук осталось или не осталось, то с «Гарпунами» оказалось все хорошо, и здесь Россия новую ошибку допустила. Не учло наличие «Гарпунов», видимо, переоценило возможности противостояния «Нептунам». Был потоплен корабль-буксир «Василий Бех», были поражены вышки бойко газодобывающие, вышки для добычи газа стационарные, ну, там они и движущиеся тоже, не так далеко от побережья Украины. Стало понятно, что остров Змеиный оказался под мощным воздействием артиллерии дальнобойной, которой ранее не было, и, соответственно, поняли россияне, что его удержать нельзя. И там тоже закончилось для них очень тяжелыми потерями и буквально побоищем катеров быстроходных, которых истребляли «Байрактары». Все эти события привели к тому, что в этой части Черного моря для крупных кораблей российского флота оказалась, по сути, мертвая зона. То есть, вот вам огромная разница между началом войны и тем, что произошло позже с появлением противокорабельных ракет и дальнобойных средств поражения, расширения касательно остров Змеиный. А далее происходили еще интересные события. Это, в первую очередь, появление на вооружении Украины дальнобойных дистанционно управляемых катеров-самоубийц, которыми вдруг оказалось, что ими можно доставать российские корабли и на плаву в Черном море непосредственно, и на базах в Крыму. Да и на самом деле не только в Крыму, но в первую очередь в Крыму, потому что он близок, на самом деле, он близок от украинского побережья. Здесь с россиянами сыграло злую шутку два момента. Что, во-первых, Черное море – очень маленький водоем, и твоя контролируемая Россией территория, и военно-морские базы близки к территории противника. Ну а противник, даже не располагая флотом, но имея асимметричные такие возможности в виде этих дронов, вдруг получил возможность более-менее успешно тебя атаковать. Причем, как и в далеких базах Новороссийске или где-нибудь посреди Черного моря, так и в Севастополе. Это уже появление этих дронов, уже оно не стало фатальным, естественно, для российского флота. Однако это стало болезненной проблемой. То есть, видимо, не самая высокая боевая готовность и не самая высокая техническая оснащенность российских кораблей Черноморского флота привели к тому, что это явственная угроза. То есть, с ней часто справляются, но иногда не очень. А иногда справляются, но буквально в последнюю секунду. Это мы видели по некоторым видео с борта этих катеров, когда там в считанных метрах его успевают остановить или взорвать. И даже, возможно, есть ущерб побочный от взрыва близкого. Это заставило россиян изменить свои, ну я скажу так, изменить характер своей деятельности на Черном море. То есть, где-то не появляться, где-то появляться реже, где-то находиться в большей готовности, выделять большие средства для охраны собственных портов, менять маршруты. То есть, в общем, это внесло нервозность и внесло дополнительные ограничения серьезные. И далее третий фактор появился. Третий фактор – это ракеты Storm Shadow, ракеты Scalp, которые несут украинские бомбардировщики Су-24, крылатые ракеты. Как показала практика, в Крыму нет для них неуязвимых целей. Российское ПВО с ними справляется очень неудачно до данного. То есть, удача мизерная, если вообще имеется. Причем, мы говорим об атаках всего лишь несколькими ракетами единовременно. Не более того, россказни от десяти и более ракеток единовременно со стороны российского Минобороны – это россказни, равносильные тем, как сирийцам и сирийским, и российским, касательно израильских ударов в Сирии, когда сообщалось тоже о 90% сбитых. А потом каждый раз обнаруживались уничтоженные, все уничтоженные объекты, которые были запланированы. Это из того же расклада. И что здесь получается? Ракеты Storm Shadow не способны поражать корабли в море. Они приспособлены для поражения целей статических. Однако статическими являются, во-первых, базы Черноморского флота, я имею в виду береговые объекты, любые береговые объекты, и корабли у причал. В рамках такого поражения берегового объекта было продемонстрировано очень интересный, очень высокий результат в судоремонтном заводе в Севастополе. Фактически уничтожено, принято говорить, выведено из строя, но, видимо, без возврата. Большой десантный корабль и подводная лодка российская, что было очередной ошибкой российского командования, потому что о наличии ракет Storm Shadow было давно известно. Однако, видимо, оно переоценило способности собственного ПВО. Ставить корабли в док в Севастополе, это было задним числом, это понятно, а это нужно было понимать и передним числом, что это обречь их на погибель, что называется. То есть, или так, по-другому, не то, что обречь на погибель, а поставить в зависимость от желания украинского командования. Вот захотят, уничтожат. Ну, не захотят, значит, повезло. Захотели, и не повезло, и не повезло. Ну, а далее гром грянул, мужик перекрестился, и, видимо, решили, что так дальше нельзя. И вроде как увели крупные корабли, крупные корабли увели в Новороссийск. Иди знаю, они, конечно, могут возвращаться в порты Черного моря. И тут надо понимать следующее. Удар ракетами Storm Shadow, он же ведь происходит на основе разведданных. Далее полетное задание, принятие решения украинским командованием, полетное задание, ракеты дозвуковые, самолеты должны взлететь. То есть, скажем так, между поступлением информации украинцам о наличии корабля и реальным ударом по Севастополю в лучшем случае проходят часы. Ну, то есть, можно эту цепочку попытаться пересчитать, прикинуть, на сколько на днях, но речь идет о часах. И, конечно же, короткие промежутки времени, соответственно, у россиян есть. Побывать в Севастополе и уйти. Но если ставить там корабль, скажем, на ночь или на день, то часов или небольшого количества часов хватит для его поражения. Поэтому, получив соответствующий удар, было и принято такое же решение. В общем, условия для жизни Черноморского флота с начала войны изменялись, вот так вот я бы сказал, поэтапно в худшую сторону. Они, видимо, и продолжат. Понятно, что россияне тоже предпринимают меры, тренируются, совершенствуют тактику. Где-то будет повышена их защищенность от тех или иных ударов, они повысят. Однако, и украинцы не стоят на месте, и у украинцев есть потенциаль, еще возможности усилить эту проблематичность. В чем они заключаются? Ну, во-первых, совершенствование надводных дронов. Насколько тут, скажем так, нет предела совершенства. Проблема в том, что совершенствование, конечно, серьезное, может занять, например, таких, которые идут на почти полностью погруженными, которые сложнее обнаружить. Например, создание беспилотных летательных аппаратов для охоты за кораблями. Но такие беспилотные летательные аппараты тоже должны быть не наводиться под GPS инерциальному наведению, а должны быть либо управляться оператором на всей траектории полета, а здесь проблема с дальностью. Если нету спутниковой ретрансляции, то тогда на определенной дальности просто нет связи с беспилотником. Если украинцы решают эту проблему, но это сложное решение, то вот тебе, пожалуйста, возможность атаковать где-нибудь, хоть в Новороссийске, хоть у Новороссийска, даже движущийся корабль. Иранцы, например, на своих шахидах улучшенной модели, не тех, которые поставляются в России, а более продвинутых, успешно атакуют корабли, ну, правда, гражданские, например, в Индийском океане. Как это происходит? Либо дистанционное управление сохраняется на длинных дистанциях, что сложно, либо вариант номер два, у беспилотника имеется головка самонаведения, когда он в автономном режиме распознает цель. Это вот в чем техническая сложность создать такую боеголовку, но это вполне достижимо. Опознает он ее разными способами, например, даже по визуальному изображению цели, которое внесено в эту боеголовку. Интеллект, или назовем это так, голова беспилотника сравнивает то, что она видит, и то, что внесено. Далее бинго, атакуем. В общем, варианты есть, можно на радиолокационное излучение наводиться. То есть, вот вам такой путь к совершенствованию. Непонятно, правда, когда его украинцы смогут достичь, но война же-то идет долго. Ну и, наконец, вот очевидный козырь, который у украинцев появится, но это, видимо, дело не раньше весны. Это, конечно же, истребители F-16. Если они будут, к ним адаптированы противокорабельные ракеты, или боеприпасы, пригодные для охоты за кораблями с довольно больших дистанций, то тогда появится у украинцев возможность действовать классической авиацией непосредственно над Черным морем, и у Черноморского флота возникнут очень серьезные проблемы. И у авиации Черноморского флота. В общем, ситуация, подводя такую черту, для флота изменилась. Во многом было допущено множество грубых ошибок на разных этапах. Фактически все потопления кораблей российских, начиная от Саратова у пирса города Бердянск, где он оказался у всех на виду, и поэтому получил удар ракетой «Точка», и вплоть до других случаев, и удара по ремонтному заводу в Севастополе, где были корабли уничтожены, но это плоды ошибок российского командования, недооценки противника и переоценки собственных возможностей. Ну и далее Черноморский флот велик по численности, его базы находятся вблизи украинских, водоем маленький, и это все создает для него боевая подготовка, по крайней мере, до сих пор не было на высоте, техническое оснащение, ну понятно, тоже далеко от передовых стандартов западного уровня. Все это вместе создает для россиян проблемы, и все больше и больше с учетом прогресса противника. Но и россияне обязаны со своей стороны прогрессировать, учиться, и я думаю, что что-то в этом, конечно же, где-то они безусловно продвинутся, тут сомнений нет, за одного битого, двух небитых дает, или наоборот. В общем, будет что-то многое. Мы будем наблюдать такого рода противостояния. Будем наблюдать. Давид, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что нашим собеседником был сегодня военный обозреватель израильского ежедельника новости недели Давид Шарп. До свидания. Спасибо, Иван.